Если у вас бензогенератор не имеет фаза и ноль на выходе, то нужно сделать заземление, как показано на рисунке. А также бензогенератор должен иметь чистый синус и стабилизатор по напряжению. Поскольку бытовые приборы не любят скачков напряжения. Например, у холодильника допустимое напряжение от 180 до 240 вольт. Если на выходе нет чистого синуса, то от компрессора хорошего не ждите. Срок работы заметно уменьшится. Единственный вариант – это подключить резонансный фильтр на 50 Гц. Релейный стабилизатор категорически нужно исключить. Нестабилизирование по напряжению и, без нуля, не следует подключать бытовым приборам, холодильник, газовый котел и т.д. Есть несколько вариантов стабилизаторов по напряжению. Это релейные, электромеханические и электронные. Я бы предпочел электронные, семисторные. Генераторы с автозапуском АВР имеют преимущество. Даже лучше, чем инверторы по цене и качеству. Если установлен АВР на генераторе, то можно на вход подключать все виды стабилизаторов, включая и релейный. Вот так нельзя подключать. Если нет ноль на генераторе, то необходимо сделать заземление. Релейные стабилизаторы вообще надо исключить. Может произойти так, что все 265 вольт пройдет через реле, и бытовой прибор видит из строя. Есть еще такой вариант, правда я это не испытывал. Резонансный фильтр для генератора, не имеющего синуса. Импульсный блок для компьютера тоже нуждается чистим синусом, и фазой ноль. Если мой видеоролик вам понравилось, подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить лайк, а я с вами прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!